Привет, ребята! С вами Андрей Аксёнов, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Тем более, что в Казани лекция бесплатная. 21 числа, Санкт-Петербург, 1 августа, Москва. Приходите, очень буду вас ждать. Буду рассказывать про жизнь людей в Российской империи. Как жил крестьянин, купец, дворянин, как они проводили свой день, как он начинался, сколько денег они тратили, где и что они ели, что носили на себе. Очень жду вас. Записывайтесь. Ссылка на покупку билетов или на регистрацию в описании этого выпуска. А сейчас пришло время для традиционной рубрики подкаста «Закат империи. Ретро-футуризм». Эту рубрику я делаю вместе с генеральным партнером подкаста с компанией Selectal. 24 декабря 1900 года в газете Boston Globe вышла статья, которая называлась «Бостон в конце 20 века». Предсказания там довольно спокойные. Никакого искусственного северного сияния или персональных космических ракет, ничего такого нет. Но все равно интересно, о чем люди мечтали тогда и чего мы сейчас достигли, а чего не достигли. В статье «Много пунктов» я пробегусь вкратце. Итак, как должен выглядеть крупный город в 2000 году? Население Бостона в 1900-м – 560 тысяч человек. К 2000 году в статье предсказано 5 миллионов жителей. Но на самом деле сам Бостон увеличился не сильно. В 2000 году в нем жило всего лишь 589 тысяч человек. Но если вообще считать с агломерацией, то на самом деле 4,5 миллиона. Так что тут примерно совпадает. Транспорт. Предполагается, что у каждого жителя Бостона в 2000 году будет личный автомобиль, а у многих и летающее некое устройство. Судя по картинкам, предполагалось, что это будут такие небольшие личные дирижабли. Сейчас, думаю, каждый житель Бостона может позволить себе автомобиль. Но 100 лет назад людям не приходило в голову, что такое количество машин просто будет некуда девать. И сейчас все современные города думают об ограничении трафика, увеличении роли общественного транспорта, сносят эстакады, вводят платные парковки, освобождают таким образом города от личного транспорта. А, ну да, и, конечно, насчет транспорта. В 2000 году в Бостоне должны были обязательно появиться движущиеся тротуары. Что-то их не видно. Связь. Во-первых, предполагается, что у всех будут беспроводные телефоны. Ну, тут вообще в точку. Ну, в 2000 году, может, они были еще не у всех, но в 2010 точно. Еще предполагалось повсеместное внедрение пневмопочты, по которой доставляются не только письма и газеты, но и продукты, и товары. Люди тогда мечтали, что почта будет работать без опозданий. Это прямо специально отдельно отмечали. Ну, вообще, с распространением интернета почта стала доставляться мгновенно, хотя и без труб. А доставкой товара все же до сих пор занимаются люди, так же, как и сто лет назад. В статье еще мечтают о центральном кондиционировании. Предполагаю, что в дома будущего будет выступать не только горячая и холодная вода, но еще и горячий или холодный воздух. И вообще, в целом, так если посмотреть, все предсказания довольно скромные, довольно разумные. И под конец сегодняшней истории самые милые предсказания. Американцы мечтают, что в 2000 году можно будет проводить бейсбольные матчи даже ночью. Я цитирую газету тут. Большинство бейсбольных фанатов уверены, что главная национальная игра будет так же популярна и в наступающем веке, что в ней будут играть ночью так же, как и днем, поскольку искусственное освещение будущего, безусловно, позволит полностью убрать темноту из наших городов. Это была рубрика «С мечтами о будущем из прошлого» от компании Selectel. В телеграм-канале Selectel можно почитать об актуальных технологиях и о будущем, который нас ждет. Подписывайтесь на него. Ссылка в описании подкаста. Газета «День». 22 апреля 1915 года. Союз сибирских маслодельных артелей – самая крупная из русских кооперативных организаций, обнаруживающая баснословно быстрый рост. Раскинув свои действия на необозримые пространства Западной Сибири, Союз имеет уже 16 отделений, из которых целых 5 открыты за один минувший год. В число его членов входят 824 маслодельных артелей и 628 артельных лавок, а оборот за последний отчетный год достигает громадной суммы – около 20 миллионов рублей. Сибирь, привет! В подкаст я совершенно незаслуженно обхожу стороной Сибирь, так что наверстаем упущенное. В России до революции было несколько отраслей, которые успешно конкурировали на европейском рынке и даже на мировом. И производство сливочного масла – это как раз одно из них. Из Сибири в начале 20 века в Европу один за другим шли целые составы, сплошь состоявшие из вагонов-холодильников со сливочным маслом. А в Лондоне прямо находился офис сибирских маслодельных артелей. В начале десятых годов Россия поставляла около половины всего сливочного масла в Великобританию. Причем все это масло делалось за Уралом в Сибири. И экономически сам бизнес тоже был устроен интересно. Чтобы обо всем этом рассказать, нужно сначала рассказать про человека, без которого ничего бы этого не произошло. Да, вот эти все достижения упираются в одного деятельного, крепкого, разумного предпринимателя, который при этом в юности был революционером, в Александра Николаевича Балакшина. Он из семьи сибирских купцов. Родился в 1844 году в Ялутровске, в Тобольской губернии, сейчас это Тюменская область. В это же самое время в Ялутровске жили известные декабристы, Муравьев, Апостол, Аболенский, Пущин. И как и везде в Сибири, где жили декабристы, вокруг них, естественно, кипела культурная жизнь. В Ялутровске тогда именно их трудами появилась первая в Сибири школа для девочек. Отец Александра, нашего сегодняшнего героя, купец Третьей гильдии, был близко знаком и с Пущином, с Аболенским, и явно под их влиянием решил дать сыну хорошее образование. Тот закончил гимназию в Тобольске, поступил в Казанский университет. Юному Александру вот эти народовольческие идеи тоже явно были по душе. Через год после поступления он был отчислен из университета по политическим причинам, за то, что с группой студентов подписал требования об увольнении исполняющего обязанности попечителя учебного округа. Попечитель учебного округа — это такой чиновник Министерства народного просвещения, который контролирует учебные заведения все в нескольких губерниях в соседних. Это время, 60-е годы, когда он учится, одновременно либеральное, то есть это время великих реформ Александра II, и одновременно с этим это время народной воли, подпольной социалистической организации, которая, в числе прочего, занималась и политическим террором. Члены народной воли, в конце концов, Александра II, царя реформатора, и убили, причем как раз накануне создания первого российского протопарламента и первой протоконституции, и после этого страна на два десятка лет погрузилась в стабильность. В общем, нашего Александра отчисляют, отправляют под надзор полиции в Ялуторовск. Там он натурально принимает участие в работе народной воли, он занимается пропагандой среди рабочих. Они с товарищем бегут из поднадзора в европейскую часть России, там их опять ловят, отправляют в ссылку. После окончания этой ссылки он еще успел отучиться год в военно-медицинской академии в Петербурге. Затем он женился, и вместе со своей молодой женой Балакшин стал участником коммуны в Сибири. Они арендовали землю и пытались выращивать на ней что-то в Ишимском округе. Это посередине между Омском и Тюменью. Коммуна, правда, скоро распалась. Может, дело было в том, что земля в Ишимском округе не особенно родит. Но вообще жизнь коммуны, это дело, я бы сказал, непростое. Короче, бурная политическая юность. И вот идеалы своей юности Балакшин в какой-то степени, видимо, сохранил до конца своей жизни. Предпочитал называть себя христианином-социалистом. Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца. Но вообще, если посмотреть траекторию биографии членов народной воли и разных других революционеров и социалистов, то можно подивиться, сколько всего хорошего они сделали для России в зрелом возрасте. И в бизнесе, и в науке, и в образовании, и в культуре. У студии «Либо-либо» есть подкаст, который я очень люблю. Это подкаст, который ведут дети, то есть подростки. Он называется «Собака съела дневник». У них как раз начался новый сезон. Во-первых, его ведут дети сами. И они говорят то, о чем важно им. И именно поэтому он такой интересный. Они там не раскрывают никаких секретов особенных. Ну, то есть иногда раскрывают. Но вообще дело не в этом. Дело в том, что мы взрослые, мы не очень знаем наших детей. Мы спрашиваем у них, что интересно нам. Но редко спрашиваем о том, что интересно им. Вы поразитесь, насколько крутые сегодня дети. И насколько многому можно у них поучиться. И, между прочим, это те самые люди, которые уже через 5-10 лет будут создавать тот мир, в котором мы будем жить. Так что рекомендую подготовиться. Подкаст «Собака съела дневник». Ссылка в описании выпуска. Повзрослев, Балакшин все-таки стал заниматься бизнесом, как и его отец. Причем он занимался довольно успешно. Уже в 70-е годы он совладелец завода по производству патоки в Кургонском округе. Они там на этом заводе даже делали карамель, конфеты. Даже сохранились фантики. Конфеты «Раковая шейка», «Ситцевые», «Маслодельные». Это все название конфет. И тут мы постепенно подходим к началу сегодняшней истории. Но помимо Балакшина, которого я вам уже успел представить, нам нужно познакомиться еще с двумя героями. Эти два героя – молочный сепаратор и транссибирская магистраль. Итак, дамы и господа, молочный сепаратор. Нам сейчас кажется, что сливочное масло – совершенно обыденный продукт из холодильника. Я вот пять минут назад буквально себе сделал бутерброд, но еще в XIX веке сливочное масло было дорогим. Я бы сказал, эксклюзивным продуктом. Традиционно его делали в Скандинавии. Ну, оно, конечно, присутствует и во французской кухне, и в русской кухне, в высокой. Но вообще ручное получение масла было крайне невыгодным. Чтобы получить килограмм сливочного масла, нужно потратить, примерно, 25-30 килограмм молока. И понятно, что в России, например, крестьяне не делали сливочного масла для себя самих. В конце 1870 года шведский инженер Карл Густав Патрик Далаваль сконструировал устройство – сепаратор, с помощью которого можно было бы промышленным способом отделять сливки от молока. И вот уже из сливок, с помощью понятного процесса охлаждения и взбивания, можно получить масло. И после изобретения сепаратора масло стало готовить проще и гораздо дешевле. В Сибири, как понял Балакша на своем опыте, выращивать зерно и какие-нибудь овощи сложновато. Но вот разводить коров, овец, коз, получать шерсть, молоко – можно без проблем. Проблема только в том, куда и выдевать молоко и продукты из него. В Сибири не очень много потенциальных клиентов. Ну, то есть там вообще живет мало людей. В Сибири все очень плохо с дорогами и с пароходами. Есть сибирский тракт тогда. Он, кстати, проходит через родной город Балакшино, Елутеровск. Поэтому тракта даже шла торговля с Китаем. Но вообще везти что-нибудь существенное, объемное, на лошадях, конечно, сложно. Тогда вообще основными транспортными артериями были реки. Перевозить грузы по воде дешево, для этого нужны пароходы. А вообще-то сложно построить пароход без верфи. В Сибири нет верфи, которые бы делали пароходы. Пригнать корабли тоже как бы сложно. Сибирские реки сообщают с Европой через Ледовитый океан, который тогда не особенно и разведан. Пароходов на сибирских реках было просто минимальное количество. Очень сложно все это организовать. Ну и да, везти масло по северному морскому пути сложновато. Поэтому третий наш сегодняшний герой – это Транссибирская магистраль. Или, как тогда его назвали, Великий Сибирский путь. Проектировать его начали еще при Александре Третьем. Дело это было необыкновенной важности. Наследник Николай II лично возглавлял железнодорожный комитет сибирской дороги. И дело, конечно, в первую очередь было в том, чтобы интегрировать Сибирь в экономику России. Но не только в этом. Россия вообще тогда активно развивалась на восток. Существовало крупное лобби, которое планировало экономическую, политическую экспансию в Китай, в Маньчжурию, в Корею, на Тихий океан, в Среднюю Азию и так далее. В этом смысле железная дорога имеет важнейшее политическое значение. Николай, будучи еще наследником престола, он даже совершил путешествие в Азию, что, в общем, не очень характерно для русских монархов. Он посетил Индию, Сингапур, Таиланд, Японию. Кстати говоря, если вы не знали, то в Японии он набил себе на руке татуировку дракона, довольно крупную. Короче, Транссибирская магистраль – это не просто железная дорога. Транссибирская магистраль – это крупный политический проект. Строилась она очень быстро. Фактически начали в 1891 году, закончили в 1905, когда завершили Кругобайкальскую железную дорогу. И поезда смогли ходить прямо от Владивостока до Парижа. Про Транссибирскую магистраль, конечно, много можно чего рассказывать, но для нашей истории важно то, что в 1893 году первый паровоз прибывает в Курган, а в Кургане как раз живет Балакшин. Балакшин к этому моменту известный, уважаемый житель города. Ему 50 лет, для купца самый расцвет, у него есть двое взрослых сыновей, и он не просто владелец паточного завода. Он занимается общественными делами, он занимается наукой. Он член Уральского общества любителей естествознания. Он член Московского общества сельского хозяйства и председатель местного представительства этого общества. Он на свои деньги открывает школу для девочек в селе под Курганом. Он избирается в Курганскую городскую думу. В общем, это такой крепкий сибирский купец-промышленник, но при этом он еще и общественник. У него репутация такая интеллигента. То есть не какой-нибудь там тит-титыч. Титами-титычами тогда именовали простых таких хитрых зажиточных купцов, которые трудятся по старинке, прижимают работников и делают деньги из всего, что можно. Так вот, значит, железная дорога пришла в Сибирь. Стало возможным заказывать в больших масштабах разные европейские технические новинки. В Сибири появляются косилки, молотилки, разные паровые двигатели, например, и сепараторы. И вместе с техническими новинками, кстати говоря, в Сибирь еще хлынула волна переселенцев, а еще кредитов и инвестиций. В 1895 году, через два года после прибытия первого паровоза в Курган, в городе проходит крупная сельскохозяйственная выставка. Александр Балакшин – один из ее устроителей. Выставка шла в течение месяца, ее посетило около 15 тысяч человек. Она прогремела даже не на всю Сибирь, а вообще на всю Россию. Там на минуточку был министр земледелия и государственных имуществ Ермолов. На выставке проходили скачки, там конкурс пахарей, демонстрируются разные народные промыслы, в том числе коренных сибирских народов. Но первую скрипку, конечно, играли купцы, промышленники, их товары и технические новинки. И именно там на выставке Балакшин познакомился с министром земледелия. И они там даже довольно долго беседовали. Не по поводу масла, масла еще пока не появилось у нас в истории, по поводу вообще сельского хозяйства. Короче, Балакшин – важная фигура, один из организаторов выставки. После этого престиж его, конечно, только укрепился. Теперь ближе к маслу. На выставке экспонировались новейшие компактные мини-сепараторы, модель Альфа-Лаваль, которые произвели прям-таки там фурор. Показывал их некий Владислав Сокульский, поляк, переехавший в Сибирь и начавший там развивать маслодельную промышленность. И местным крестьянам, и местным титтиточам сразу же стали видны перспективы, связанные с производством сливочного масла. Животноводство в Сибири развивать просто. Масло хранится долго. По железной дороге теперь его очень удобно перевозить в европейскую часть России. То есть это именно тот товар, который как нельзя лучше подходит для местного производства. И в Кургане началась прямо-таки маслодельная горячка. Прямо маслодельная лихорадка. Я не шучу. Первая проблема в том, что одного сепаратора, естественно, недостаточно для производства масла. Необходимы еще маслобойки, маслоджимники, пастеризаторы, парообразователи, весы, фляги. Короче, множество разных приспособлений. Стоит весь комплект по минимуму полторы тысячи рублей. Это немало. Это примерно годовая зарплата врача, то есть человека с высшим образованием. Местные купцы начинают делать свои маслодельные хозяйства. Они начинают демпинговать, чтобы задушить крестьянские инициативы. Крестьяне, с другой стороны, начинают сбиваться в артели. Складывают свои капиталы и как бы конкурируют с титычами. Первые такие артели помогает соорганизовать тот самый поляк Сокульский. Он был фактически первым поставщиком сепараторов, поставщиком молочных коров. Сокульский даже организовывает школу маслоделия, чтобы готовить кадры. Естественно, это все ему выгодно, как поставщику этих сепараторов и коров. Московские, а чуть позже и европейские, потому что основной рынок сливочного масла в Европе находится. Предприниматели едут в Сибирь, заключают контракты с местными маслоделами, с купцами и с артелями, кредитуют их под поставки будущего товара. Контракты эти в основном совершенно кабальные. Короче, дикий, просто дичайший капитализм происходит. Всем вовлеченным в дело начинает казаться, что они нашли просто золотую жилу. За год можно полностью окупить свою маслодельную и зашибать бабло, если только тебя не задушат конкуренты. Из Дании уже едет в Курган делегация датских промышленников-маслоделов, чтобы разобраться на месте, что тут такое происходит. Они налаживают торговые связи и производство. Своё представительство в Кургане имеется у шведского акционерного общества центрифугов. Это шведский производитель молочных сепараторов. В 1902 году в Кургане действует уже 13 экспортных контор, большинство из которых иностранные. Они все занимаются экспортом масла. И самая крупная — датская, которую создали фирму Сибико, или сибирская компания. Палакшин, как купец, общественный деятель, не находится в стороне от этой маслоделательной горячки. Он, как вы помните, член Московского общества сельского хозяйства. Это общество такое просветительское, и оно несколько обеспокоено разгулом дикого капитализма. Особенно из-за того, что крестьяне поддаются посредникам, берут авансы под продукцию, разоряются, попадают в кабалу, не могут окупить свои хозяйства и так далее. По этому поводу «Сибирский листок» газета пишет. При зарождении маслодельных артелей нужно было бороться с рядом поразительных предрассудков, следствием которых дело доходило до масляных беспорядков, избиения мастеров маслоделия, разбития сепараторов. Тогда, спекулируя на невежестве крестьянской массы, частный предприниматель прибегал весьма грязным приемом. И вот, значит, в сентябре 1901 года Балакшин организует в Кургане съезд маслоделов. Он выступает на нем с докладом и презентует залу идею о создании специальной организации, которая бы уберегла крестьян от попадания в кабалу и одновременно развивала бы крестьянское артельное производство молока для маслодельных заводов. Значит, Балакшин, я напоминаю, он известный и уважаемый член общества. Сразу же, не отходя от кассы, постановили эту организацию создать, избрали комиссию во главе с этим Балакшиным, комиссия набросала примерный устав этой организации прямо там на съезде. В чем вообще суть? Эта новая организация должна помогать организовать крестьянские артели, должна их кредитовать для покупки оборудования, но вместе с этим она еще создавала списки необходимого оборудования, создавала планы хозяйств, планы заводов. Она наблюдала за оборудованием, наблюдала за качеством товара. Теперь, чтобы начать бизнес крестьянам, им не нужно кидаться в омут с головой. Уже все заранее просчитано, инструкции есть, отчетность составить помогут, обманывать тут точно тоже никто не собирается. В общем, на примере этой организации, в принципе, видно, что Балакшин остался верен идеалам своей юности. Все прекрасно, но только на это нужны деньги. Откуда кредиты-то этим новым артелям? И тут Балакшин поднимает свои связи. Он пишет докладную записку министра земледелия Ермолову, с которым познакомился на выставке несколько лет назад. Описал эту инициативу, объяснил, как все будет работать. Отдельно говорит, что центр организации будет в Сибири, в Кургане. То есть он таким образом развивает регионы. И еще он поручается для деятельности этой новой организации. Говорит, что сам встанет в ее главе и при этом откажется от зарплаты. То есть он верит в идею. Ермолов одобрил это начинание и припроводил записку Витте. Тогда Витте был министром финансов. Витте тоже дело одобрил и выделил средства в размере 7000 рублей ежегодно в течение ближайших трех лет. Работа закипела. В течение следующих пяти лет эта организация Балакшина помогла создать множество артелей по всей Западной Сибири. Артель производила молоко. Члены артели, эти крестьяне, приносили молоко на завод, который делал масло. Молоко взвешивали и платили крестьянам ежемесячно. В сепараторе на заводе молоко обезжиривалось. Сливки поступали в квасильное отделение, где подогревались и заквашивались специальной закваской. После этого сливки охлаждались, из них взбивалось молоко. Затем оно отжималось, взвешивалось и смешивалось с солью. Масло было соленым. Потом масло набивалось в подготовленный бочонок. Этот бочонок снова взвешивался и помещался в ледник. После этого масло можно было продавать. Такой завод, делающий масло, на самом деле это не завод, а просто маслодельня. Он состоял обычно из мастера, помощника мастера и нескольких рабочих, которые вращали ручные сепараторы. Мастерами были выпускники местных маслодельных курсов. Мастера получали от 240 до 600 рублей в год. 250 рублей – это примерно 250 тысяч сейчас. Это в год зарплата. При этом у них была готовая квартира, отопление, освещение, бесплатное молоко и масло, кстати говоря, тоже. Помощникам платилось примерно по 120-180 рублей в год. Однако молоко во всех артелях отличалось по качеству. Сами заводы были совершенно разнообразные. Были заводы в специальных, подготовленных, больших, чистых помещениях. А были заводы, которые находились просто в избе или в бане. В целом сибирское масло отличалось тогда невысоким качеством. На заграничных рынках цена на него была значительно ниже, чем, например, на финское или на датское или на новозеландское. Но рынок развивается, появляются новые хозяйства, крестьяне работают, получают доходы, все классно. Но не все, потому что у этой организации, конечно, существовало противодействие. Те самые титычи и те самые западные экспортеры, которым не нравилось, что крестьянские хозяйства независимы и не нуждаются в их кредитах. Короче, была большая политическая борьба, экономическая в этом смысле. Пять лет организация боролась за крестьян, существовала с переменным успехом и за противодействие. Организации не хватало денег, потому что государственные субсидии, на самом деле, в масштабах Сибири и развития производства были довольно скромные. Балакшин, в конце концов, ходатайствует о создании специального банка для маслоделов в Кургане, который бы кредитовал целенаправленно исключительно маслодельные и молочные хозяйства. Но разрешение он так не получил. Почему? Потому что началась русская революция. В 1905 году не до бизнеса, понятное дело. Тут наш старый народоволец принимается за политику. Он пытается создать свою собственную партию, Народный Трудовой Союз. Он хочет избираться в Думу. Но дело что-то не задалось, потому что на Балакшина завели дело, уголовное, за социалистическую пропаганду. Полиция конфисковала предвыборную агитацию. Что там было, например, в этих конфискованных листовках? Цитирую. Мы верим, что в русском народе теплится искра Божия. Он знает, что земля может быть только общим достоянием, что каждый трудящийся имеет на нее право, и все одинаково должны пользоваться земными благами, помогая друг другу и общими, соединенными усилиями жить как дружная семья. Россия считается великим государством. Покажем, что это величие не по пространству только, а в величии христианской души, которая вложена в нас Богом. Короче, при всех вот этих идеях о дележе земли, которые тут просвечивают сквозь листовку, тут еще много про Бога поговорится, не очень похоже на социалистическую пропаганду. В итоге дело, в конце концов, закрыли. Но депутатом Госдумы из-за этого он стать так и не смог. И слава Богу, потому что здесь, в Сибири, он принесет гораздо больше пользы, чем в Санкт-Петербурге в Государственной Думе. В 1907 году вот эта его организация прекратила работу. Сам Балакшин ушел с поста председателя. И это самое начало великой истории. Балакшин переходит на следующий уровень. Масло уже мы тут в Сибири кое-как делать научились. Времена прямо дикого капитализма прошли. Индустрия немножечко стабилизировалась. Но вот экспортом в Европу до сих пор занимаются посторонние иностранные фирмы. Понятно, что каждому маленькому заводику, который там работает в бане, сложно организовать поставки своего масла в Европу. И Балакшин задумывает создать союз маслоделательных артелей. Нужно всем объединиться, сложить капиталы, самим производить масло, поставлять его в центральную контору, а центральная контора будет заниматься его экспортом. Правление такого союза нужно сделать выборным. И это правление и председатель будет обязан отчитываться перед всеми участниками, то есть перед всеми артелями и заводиками. Почему такая сегодня цена на масло? Что происходит на зарубежных рынках? На что были потрачены деньги? И все члены корпоратива будут сдавать масло столько, сколько делают. Нужно только установить точный контроль качества. Каждая артель, которая хочет вступить в союз, должна была внести 10 рублей вступительных и 100 рублей паевых. Эти 100 рублей давали 1 пай. А каждая артель могла иметь больше 1 пая, в зависимости от того, сколько рублей она вносит в общий капитал. 100 рублей считалось это 1 голос. Если ты покупаешь 5 паев, то есть 500 рублей, это 2 голоса на общем собрании, 10 паев, 3 голоса и так далее. То есть фактически это получается такое акционерное общество, с обязательствами от всех участников, что они обязаны масло сдавать. При вступлении в союз все члены артели подписывали на своем общем артельном собрании постановление такое. Оно состояло из нескольких пунктов, но главными в нем было принятие общего устава, правил работы и обязательство сдавать все свое масло в союз и ни в коем случае не на сторону. И эта простая идея перевернула сибирский рынок масла и даже в некоторой степени мировой. Этот союз буквально за несколько лет стал невероятной силой в Сибири. В первый же год уже было открыто 5 контор в союзе. В Кургане, Петропавловске, в Челябинске, в Барнауле и в Бийске. Тогда же, в этом году, в первом, торговый оборот союза уже равнялся 2 миллионам рублей. Через 2 года открылась контора и огромные склады для хранения масла в Новониколаевске, то есть в Новосибирске сейчас, которые в Елутаровске, в Троицке, в Камне, в Чанах, в Татарке. В первые годы артели переходили в состав союза единично. Но в 1912 году в союз стали всходить целые маслодельные районы. В мае 1912 года 83 маслодельные артели Каменского района Томской губернии вошли в союз. В конце 1912 сразу два района, Тарский и Чанский, со 150 артелями. К 1914 присоединились Омские, Семипалатинские, Шадринские районы. В 1913 году союз объединял больше 560 маслодельных артелей. Это около 150 тысяч крестьянских дворов. Общий оборот союза достигал 14 миллионов рублей. Это реально грандиозно. Почему такой бурный рост? Потому что для крестьян это было мегавыгодно. Крестьяне, члены союза, получали за 16 килограмм своего молока, то есть за пуд, от 60 до 90 копеек. А не артельный крестьянин, который продает на какие-то другие частные заводы, получал только 25-35 копеек. В 1909 году Сибирский листок писал, теперь уже никто не говорит о нечистой силе сепаратора. Курганский район уже более не находится в руках частных предпринимателей. Артельная форма производства привелась, пустила глубокие корни, выгоды ее совершенно ясны для крестьян. Но самой главной задачей было не только это. Нужно было еще потеснить заграничных экспортеров, которые приобретали масло в Сибири и поставляли его в Европу. Самой главной задачей союза было контролировать весь процесс, от дойки коровы до поставки масла оптовым покупателям непосредственно в Европе, минуя экспортеров-посредников. В 1910 году контора союза была открыта в Берлине. Но вот это отделение оказалось убыточным, его пришлось закрыть. Эта первая попытка вскрыла незнание европейского рынка и особенности работы в Европе. В основном конкурировать в Европе было сложно из-за того, что местные конторы активно использовали систему кредитования, а в России, как вы помните, с кредитами было плохо. Кстати, вот интересно, что один из конкурентов Сибирского союза, датчане, которые экспортировали масло сибирское в Европу, они еще в том числе занимались реэкспортом. Потому что, например, в Германию Дания ввозила российского масла больше, чем собственного, ютландского, и при этом клеила на бочке с сибирским маслом свои этикетки. Качество сибирского масла за эти несколько лет и за время работы Союза и организации Балакшина сильно выросло. В общем, в результате компаньон был найден в Британии. В 1913 году Союз выступил соучредителем зарегистрированного в Лондоне Союза сибирских кооперативных товариществ с капиталом в 105 тысяч фунтов стерлингов. Британские компаньоны выступали инвесторами, вкладывали деньги, а Сибирский Союз – поставщиком товара. Новое предприятие называлось Union of the Siberian Cooperative Associations Limited. В России вопрос назвали Union. Правление этой организации состояло из четырех членов, двух от России, двух от Британии. Председателем был Александр Балакшин. В 1913 году он переехал в Лондон. В России председателем Союза стал его сын Андрей. То есть, еще раз, смотрите, Балакшин в 1912 году нашел британских инвесторов, в которые вложили 100 тысяч тогдашних фунтов стерлингов в организацию по импорту сибирского масла в Европу. До революционной рубли эти деньги – это около 1 миллиона. На современные доллары, если так пересчитать, это почти 14 миллионов долларов. Не знаю, как вам, но мне кажется, это очень круто. Вот сейчас, да, в 2021 году, чтобы не видно, чтобы кто-нибудь в Лондоне захотел бы инвестировать 14 миллионов долларов в производство и экспорт сибирского сливочного масла. Поначалу действительно были проблемы с качеством товара, но с каждым годом оно улучшалось и улучшалось. Союз снабжал свои артели лучшими машинами – сепараторами, комбинированными маслобойками, жестяной посудой. Существовал целый штат инструкторов с переносными лабораториями, которые прям буквально ездили от артели к артели и обучали крестьян, как делать масло. Масло по дороге в Лондон отбраковывалось по 100-бальной шкале. В конторе при приемке, при Балтике при перегрузке на пароход и в Лондоне на складах Юниона. При этом недостатки масла не просто отмечались и сообщались производителям, но при этом еще назывались причины недостатков и способы, с помощью которых можно было бы их избежать. Союз имеет собственную типографию в Кургане, на которой печатаются брошюры, типа «Наставление по устройству маслодельных заводов» или «Наставление по устройству артельных лавок». Печатались плакаты по истории Союза, даже выпускал своя собственная еженедельная народная газета. Союз занимается обустройством своих собственных лавок в Сибири, он занимается перевозкой масла, в 1914 году даже было учреждено собственное пароходство для нужд Союза. В общем, все очень круто. Общая стоимость вывозимого по транссибу сибирского масла была выше стоимости всей продукции горной промышленности. и выше стоимости среднегодовой добычи золота всей империи. Россия была на втором месте после Дании по экспорту масла в мире. Она вывозила от 1,5 до 1,25 общего мирового объема продукта. Английский рынок Союз контролировал почти наполовину. По данным Народной газеты, Россия в 1912 году поставила на британский рынок около 33 тысяч тонн масла, а Австралия и Новой Зеландия в сумме около 45 тысяч тонн. Реально, это очень-очень круто. Ну и, конечно, все испортила Первая мировая война. В первые 2-3 месяца после начала войны вывоз сибирского масла был практически полностью прекращен. Думали организовать пути через Архангельск или даже по Северному морскому пути. Но, понятное дело, в условиях войны, невероятных трудностей с логистикой и даже военных грузов это были утопические проекты. Пытали завоевать внутренний рынок. Союз даже получил заказ для армии, но внутренний рынок и до войны-то уступал европейскому, а во время войны тем более. Маслоделы, однако, не отчаивались. Крепкие сибирские крестьяне и купцы затянули пояса и ждали окончания войны, чтобы вернуться на мировой рынок. Но дождались они вместо этого революции. В 1918 году Союз сибирских маслодельных артелей поддержал Колчака. Он переехал в Омск, в столицу Верховного правителя. Еще он судил колчаковскому правительству 1 миллион рублей. Но, конечно, революция не пощадила ни Союз, ни маслодельной индустрии в целом. В 1918 году сгорел огромный суперсовременный склад холодильников в Кургане. Тогда, в течение этого пожара, например, пропало масло на 10 миллионов рублей. Конечно, в течение Гражданской войны маслодельная индустрия в Сибири была разрушена. Но после этого она и восстановиться не смогла. Собственно, она не достигла этих уровней даже и до сих пор. Мы сейчас с трудом можем представить, что сибирское масло может контролировать половину британского рынка и четверть мирового. Сам Александр Балакшин умер в Лондоне в 1921 году. Он не вернулся в страну после начала войны и после революции тем более. Его сын Андрей, который остался старшим в России, бежал от Красных войск в Китай, а затем переехал в Канаду. Младший сын Сергей остался в России. Он преподавал в Томском университете, работал заведующим кафедрой и умер в 1933 году. С вами был Андрей Аксенов. Подкаст «Закат Империи» студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогала Катерина Серебренникова, редактор. Ставьте лайки, жмите шер, тегайте подкаст «Закат Империи» в ваших сторис в Инстаграме. Я все их очень люблю смотреть. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok